Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я рада вас приветствовать в этом новом наступившем уже 2019 году. Я хочу в первую очередь поздравить вас с праздниками прошедшими, с Новым годом, который уже наступил, с Рождеством. Все по-разному встречают Рождество. Кто-то перед Новым годом 25 декабря, я ближе к этой категории отношусь. Кто-то встречает 7 января. Всех-всех вас я поздравляю с этими праздниками. И с наступившим новым 2019 году я хочу вам пожелать всего самого на лучшего, того, чего, может быть, вам еще не пожелали или того, что еще не сбылось. Я хочу, чтобы в вашем новом году было много счастья, много добра, много любви, понимания, взаимопонимания. Самое главное, я хочу вам пожелать здоровья, чего сама себе тоже желаю, чтобы достичь тех целей, которые я лично себе поставила или вы себе подставили. Мы должны иметь очень крепкое и сильное здоровье. И я желаю нам всем быть здоровыми, крепкими, независимо от возраста, потому что здоровье не купишь ни за какие деньжиши, ковришки и так далее. Поэтому мы должны следить за своим телом, заботиться о своем теле, ну и все, что с этим связано. Я также вам желаю, девочки, чтобы вы были самые любимые, самые счастливые, чтобы вы были полноценные во всем, чтобы ваше развитие, вашего и духа, и души, и тела развивалось во всех трех направлениях, чтобы меньше вас кто-то огорчал, обижал, чтобы меньше плакали, если плакали только от радости. И я желаю вам, чтобы рядом с вами был достойный, заботливый, добрый садовник, который будет ухаживать за вами, как за розами, самыми дорогими, драгоценными, самыми хрустальными. И чтобы он сдувал с вас каждую-каждую пылиночку. И это для вас приносило вам радость, любви, понимание нужности и счастья. И не забывайте, самое главное, что счастье строится на мелочах. И это нужно беречь, ценить и размножать. Всего хорошего вам! С Новым годом! С Рождеством! А сейчас я хочу вас пригласить и поделиться с вами вновь пришедшей ко мне посылочке с сайта iHerb. Немного было позиций у меня там, я заказывала. Но все-таки хочу с вами поделиться, чтобы рассказать и, может быть, кому-то посоветовать. Тоже использовать те позиции, которые я заказала. Вот такая вот небольшая коробочка. Вот такой вот воздух, как всегда, от них идет. И здесь, значит, я заказывала и витамины для моей всей семьи, и косметические продукты, которые тоже уже немножко попробовала, поняла, что они себе представляют. И хочу с вами поделиться и даже посоветовать. Давайте начнем с таких вот витаминов. Я уже заказала три баночки, так как у меня, член семьи, три человека, мама, папа и я. Добрая семья или как там правильно говорится. Я заказала три баночки для того, чтобы у каждого была своя баночка у меня, у мужа и у сына. Я уже говорила про эти витамины, я рассказывала, я их пробовала уже дважды. Дважды я заказывала, испытывала на себе, дважды пропивала. И мне очень-очень понравились эти витамины, их состав и их эффект, их результат, который я получаю. Это витамины, супер-мультивитамины с травами, энергетическими добавками доктора Лайнуса Полинга. Я немножко здесь подглядываю в планшете. Хочу немножко остановиться на этом и рассказать вам. Как раз в новом году мы должны больше и больше беречь свое здоровье, раз мы пожелали себе, чтобы у нас было много здоровья. И мы должны заботиться об этом и насыщать наш организм полезными витаминами. Потому что с пищей мы не получаем достаточно столько много витаминов, которые нам хотелось бы, сколько бы хотелось бы. И как мы знаем, что не вся пища у нас натуральная. То есть выращивается она не в натуральных, так сказать, условиях. Но не будем на этом застрять внимание. Застрим внимание на витаминах. Я вас уверяю, что витамины очень важны. Очень важны в любое время года. Тем более в зимний период. Когда идет такой немножко спячий период. Не хочется спать. Наступает какая-то депрессия. Не хватает энергии. И вообще просто состояние неактив. То есть хочется чего-то вау. А это вау не происходит. Тем более, если вы тот человек, который вы хотите сбросить килограммы. А я из той категории. И хочу вам сообщить, что с нового года я решила... Вернее, поставила себе цель. В прошлом году я это совершила. Я скинула 12 килограмм. В этом году я хочу скинуть еще... Ну, как минимум 10. Потому что это очень важно для меня. Для той цели, которую я для себя ставлю. Не буду все рассказывать. А то вдруг не сбудется. Шутка. И, конечно же, я перехожу на правильное питание. Я ограничиваю себя во многих моментах. Соответственно, включаюсь с спортом. И обязательно нужны витамины, чтобы поддерживать организм. Нужен и кальций, нужен и магний, нужны витаминчики. А даже если лучше, если вы сдадите анализы, узнаете, если есть такая возможность, какой витамин у вас не хватает. Может, это Д, может, это С, может быть, это А. У всех по-разному. У кого-то может быть низкий гемоголобин. У кого-то может быть связано что-то с щитовидкой. Я обследование прошла. И я как бы в общей сложности понимаю, у меня все в норме. Но поддерживаю для профилактики вот как раз этими витаминами очень и очень даже хорошо. Это не в исполнении какого-то нехватка отдельного витамина или микроэлемента или минералов. Это для профилактики. Потому что у меня все то, что у меня есть в организме, оно как бы в норме. Но для профилактики нужно обязательно. Почему именно она и на этих остановилась супер мультивитаминах, как описывается. Я хочу вам кое-что зачитать. Во-первых, я уже рассказывала, что это единственный человек. И дважды он удостоен Нобелевской премии, которая создала эти витамины. Они с другом вместе это создавали. Дальше, то что здесь достаточно заложена очень хорошая дозировка, суточная дозировка. Здесь достаточно, то есть надо в день пропивать три капсулы. Капсулы небольшие, глотаются очень хорошо. Для детей маленьких, конечно, ну как бы это большая дозировка. Как я сейчас не говорю о маленьких детях, я сейчас говорю о подростках и о взрослых людях. Так, что мужчина, что женщина. Принимается по три капсулы. И здесь идёт, как бы сказать, считаются полусинтетическими они. Потому что здесь наполовину. Наполовину натуральные, наполовину, то есть не всё здесь 100% натуральные. Наполовину синтетические, наполовину натуральные. Но вы знаете о том, что если брать 100% натуральные, это будет достаточно большая стоимость. И поэтому, как бы, цена вот этих витаминов, я прямо сейчас вам скажу точно, на сегодняшний день, 926 рублей 58 копеек. То есть одна баночка, здесь 120 капсул, три капсула в день. Ну, на сколько? На 40 дней, практически на полтора месяца. И за это вы заплатите, я уже сказала, 926 рублей 58 копеек. Это очень хорошая цена. В наших аптеках, российских аптеках, я проживаю в городе Москва, вы не встретите этого. Потому что я давно отказалась от покупать в аптеках витамины. Хотя в своё время я вообще очень долго употребляю витамины, честно вам могу сказать. В своё время я употребляла очень долгий период. Моя семья тоже витамин Витрум до той поры, пока они перестали быть эффективными. То есть очень много красителей и много каких-то моментов, которые вредны организму. И я много что пробую, что много испытываю. И мне очень понравился этот витамин. Я надеюсь, что они такого же качества и на сей раз. И впредь, возможно, мы также будем их использовать и применять. И что ещё могу сказать, то что рейтинг у этих витаминов достаточно высокий 4,5 балла. Это очень достаточно хорошо. Процента вернее, извиняюсь, да. Это очень хорошо. Аллергическая реакция – это всё индивидуально. Если бывает, может быть, у кого-то снизить дозировку. Не три капсулы, а две капсулы. Либо там одну капсулу можно применять. Почему бы и нет. На больший период это у вас растянется. Дело в том, что доктора, даже американские доктора, они рекомендуют... У нас, если говорят, что нужно пропить курс, это они считают месяц. Месяц недостаточно. Это для того, чтобы восполнить что-либо в организме. Даже для профилактики. Вообще профилактика – это от 2-3 месяца. Ну, полтора тоже достаточно. Я пью, знаете как, я пью, что полтора пью, полтора отдыхаю. Ну, как месяц пью, месяц отдыхаю, месяц пью, месяц отдыхаю. То есть, этого достаточно для профилактики. Либо вы можете пить 2-3 месяца, и потом 2-3 месяца вы отдыхаете. То есть, можно такую сделать, как бы, систему для себя. Но у меня, как бы, удобнее так. И что ещё могу сказать? Это витамины премиум качества. Здесь растительные нутриенты и свежие суперфуды. О том, то, что я и говорила. Дальше. Ну, если зайти на сайт iHerb, здесь можно много чего почитать об них. Очень даже, очень, очень интересно. Какие витамины существуют? Витамин А, что немаловажно, это бета-кератин, да? То есть, он стопроцентный. Здесь дозировка идёт в трёх капсулах, я имею в виду. Витамин С. Витамин С, здесь стопроцентная дозировка. И он идёт в виде аскорбата кальция. Обратите внимание, не в виде аскорбиновой кислоты, и что очень вреда желудку, запомните. А аскорбата кальция. Именно такой формы витамин С я имею всегда у себя в аптечке. У меня всегда в аптечке присутствует витамин С. Это наш иммунитет, это наше здоровье, наша красота и так далее. Здесь дозировка 100% на 60 мг, в случае норма, в виде аскорбата кальция. Витамин Д, здесь 150%, даже чуть побольше, ничего страшного нету, потому что очень даже хорошо в зимний период. Витамин Е, стопроцентная витамин К. Дальше идут витамины В, там тиамин, ниацин, витамин В6. Фолиевая кислота, практически стопроцентная, что для женского организма очень важна. Витамин В12, витамин биотин. Кальций в малой дозировке. Но я всегда говорила, что кальций и магний нужно всегда пропивать отдельно, потому что всегда в комплексах витаминах не будет полноценной кальций и магний. Поэтому это нужно заказывать отдельно, покупать отдельно и пропивать. То, что я и делаю. Я всегда заказываю кальций определенной формы, и чтобы она хорошо усваивалась. И также магний. Но магний у меня всегда есть в аптечке, потому что для меня это очень важно, для моего организма. Я уже знаю в свой организм, что мне достаточно, что мне недостаточно. Также есть здесь йод стопроцентный, что очень важно. Запомните, да, то есть как бы есть железо, есть цинк, есть селен, есть медь. Медь, оно вообще очень важно для, допустим, когда человек рано сидеет. Есть, конечно, такие моменты, то, что это гены и так далее. Но я вам хочу сказать, что если вы достаточно рано или много сидеете, то сдайте анализ на хватку или нехватку меди. Потому что если у вас наступает ранняя седина или седины много, ну вообще даже много, не много, но есть седина, да, то есть говорим об этом, то говорится о том, что нехватка меди в организме. Я просто понимаю, о чём я говорю. Я неоднократно говорила, что в этой области я как бы профессионал. Дальше, что здесь есть у нас? Марганец 150%, ну хрома и так далее. Дополнительные здесь идут фитотравяной комплекс идёт тоже, чтобы успокаивать нервную систему, которая также способствует нашему организму. А вы знаете, что наши все болячки от наших стрессов, от наших нервов, поэтому на этим надо очень тщательно следить и беречь. Вот такой вот комплекс. Я остановилась на нем поподробнее. Я вам советую. Попробуйте. Он недорогой. Ну, здесь, опять же, 100% каждому я не могу советовать, потому что есть индивидуальности каждого организма. Вот такие вот три баночки я сгазала для нас, потому что в зимний период мы сейчас пропьём, и будет нам счастье. Дальше мои все позиции, которые я заказала, это были косметические. Были скидки. Кстати, эти витамины тоже были на скидках, и я их заказала. И поэтому пустая коробочка у нас здесь, и все остальные позиции, это были косметические. Я их тоже заказала на скидочках. У меня закончился крем дневной, который бы я хотела использовать для себя. Тоже, что касается кремов. Я уже давным-давно не заказываю крема, вернее, не покупаю крема ни в каких магазинах, ни на каких сайтах. Ну, если касается белорусской косметики, о которой я постоянно вам рассказываю, очень сильно я там люблю маски, полюбились мне очищающие какие-то средства. Я не пробовала там ни разу крема. Тоники я попробовала, тоже мне как бы очень достаточно нравится. И то, что касается кремов, я очень полюбила именно сайта iHerb, потому что, во-первых, мне нравятся компоненты, которые, то, что я пробовала, да, компоненты, которые входят в эти крема, и нравится результат, нравится эффект. И почему я это говорю? Потому что мне достаточно как бы, мне не 20 лет давным-давно, и хочу с вами тоже поделиться, может быть, вы за меня порадуетесь. Так сложилась ситуация, так сложилась в моей жизни, что день моего рождения всегда открывает первый день каждого года. По-другому говоря, моё день рождения упало, так захотелось свыше, не знаю. Именно 1 января, в ночь с 1 на 2 я родилась. И когда наступает Новый год, первый день, я открываю своим вот днём рождения. И в этом году это тоже так же произошло, поэтому, наверное, долго меня не было в кадре, ну, именно в видео не выпускалось, потому что пока справились все праздники, пока получила все поздравления, родственники, друзья и так далее. И, соответственно, уже соскучилась-соскучилась, прям скорее вот сегодня прям села, привела себя в порядок и захотела вам отснять. Как раз есть случай, пришла посылочка. И по поводу кремов, я уже выборочно выбираю крема, потому что, естественно, на моём лице нету никаких инъекций, как я уже неоднократно говорила, тем более операции. Конечно, есть свои изъяны, я страдаю какими-то припухлостями, но это опять же есть вина, то, что где-то излишки килограммов или мало употребляю воды. Кстати, употребление воды, девочки, это очень-очень важно. Ваши почки будут хорошо работать. Я это на себе испытала. У меня была определённая вот здесь вот грыжа. И когда я в прошлом году скинула 12 килограмм, я 3 литра в день употребляла водички, и эта грыжа просто, она на глазах уходила, уходила, уходила. То, что есть синевая под глазами, это вообще моё, как, я не знаю, как это сказать, это моя фишка с детства, потому что она у меня с детства, эта синевая, и тоненькая кожа под глазами, недостаточно, как я слушала врача, пластического хирурга, недостаточно жировой здесь прослоечки под глазами. Бывают, можно делать операцию, нависшая века и так далее. Мои глазки, они даже в какой-то степени очень-очень-очень сильно выдают. Может быть, даже кому-то кажется, что я старше выгляжу, потому что такой серьёзный, умный взгляд. Но всё равно это нужно нам. Кожа, она моя вот в таком состоянии, в каком есть, и начинаются какие-то капиллярные выступания на подбородке и вокруг носа. Но это как всегда, да? И поэтому я к кремам отношусь очень-очень-очень-очень серьёзно. Мне нравится марка Дерма Е, сайт Айхёрпа. Я пользуюсь этими кремами, пользуюсь сыворотками, серум, пользуюсь тониками. Я применила в уход кислотное направление, то есть обязательно в зимний период, ну там как бы часть осени, зима и весна, да, кислотное направление. И, соответственно, я как бы выбираю крема, которые будут хорошие иметь компоненты. В этот раз я выбрала крем вот этой вот марки. Вот я открыла коробочку, вот этой вот марки, посмотрите, да, и запомните. Отзывы достаточно хорошие, рейтинг не помню. Крем был на скидке, ну в районе тысячи он стоит, может быть, тысяча с копейками. Что здесь входит? Дема Е, альфа-липолевая кислота и витамин С. Конечно, для витамина С недостаточно хорошая форма бутылечка, потому что при всяком открытии мы, испарение происходит витамина С, и поэтому хорошо, когда происходит с помпой, есть с помпой, как бы крем находится в бутылечке, с помпой, и тогда больше сохраняется витамин С. Но все равно, я его пользуюсь в первый раз, мне его никто не рекомендовал. У меня есть именно этой марки, я пользуюсь ретинолом, ретинолом однопроцентным. Именно там я его заказываю, потому что вы нигде больше не закажете, вернее, вы нигде больше не купите. В России, тем более в аптеках, да, у меня прям осталось чуть-чуть ретинол, он такой желтенький, видите, это я на ночь использую кремушек, обязательно, все кислоты и все, как бы ретинолы, я использую только на ночь. А этот кремушек я использую утром, ну, как умылись, привели себя в порядок, протонизировали кожу, такой вот крем, он, как бы, горчичного такого цвета, имеет приятный запах, такой, знаете, даже такая душка, немножко направление, как бы, парфюма, очень хороший запах. Я решила попробовать именно кремушек этой марки. Что могу сказать? Я могу его посоветовать. Опять же, я не могу стопроцентно советовать каждому человеку, потому что есть индивидуальная непереносимость, какая-то там раздражение, там, аллергия или что-то еще там, нравится, не нравится, но мне этот крем, пока, пока я пользуюсь, начала пользоваться, первое впечатление очень-очень хорошее, потому что чувствую результат, чувствую, как преображается цвет лица, чувствую разглаживание, тем более, когда наносишь этот кремушек, происходит такое легкое-легкое покалывание, как будто тебе прям делают какое-то, знаете, иголочками, как будто такое легкое покалывание, немножко легкое покраснение, но ничего страшного нету, оно просто потом это приходит в нормальное состояние, ты нормально можешь как бы смело идти дальше, делать свои процедуры, делать макияж и так далее, ничего страшного в этом нету. Вот, и очень мало его нужно. Когда больше, больше хочется нанести, то оно, вот эти излишки, потом идёт скатывание, и ты чувствуешь, что ты много нанёс, этого не нужно делать. То есть говорится о том, что расходность очень-очень хорошая. То есть прям чуть-чуточку, и оно хорошо разносится, раз хорошо разносится по лицу, и прям очень классно вообще. Я советую этот крем, тем более здесь очень хорошие компоненты, хороший как бы есть состав. И это вообще как бы я могла бы выпустить такой ролик, посоветовать ряд кремов, которые бы я могла вам посоветовать, потому что достаточно очень хорошие крема на этом сайте. Вот один из них, который вот я заказала, и уже им пользуюсь, пробую. Следующее, что я заказала, это вот такой вот серум. Тоже заказывала первый раз, с марки НАУ, с герлоновой кислотой, 30 мл здесь, тоже достаточно хороший рейтинг, хорошие отзывы, и первый раз его заказываю. Вообще серум, сыворотку или серум нужно использовать под крем, да? То есть когда вы там умылись, может быть там какое-то очищение сделали, тоник нанесли, и потом серум или сыворотку, а потом уже кремушек. Но когда я использую два вот этих вот, они достаточно очень, хотела сказать такое слово жирные, нет, не жирные, они достаточно богаты компонентами, то есть богаты тем составом, который есть. И для меня это чересчур, допустим, если я вместе их буду использовать, то есть это, потом это. А я чувствую излишки, излишки, ну как бы крема или сыворотки, крема там на лице, и естественно это происходит скатывание. Это не есть хорошо, поэтому я его использую как отдельно, и мне этого достаточно. После него я могу нанести праймер, и потом тональные средства, и всё такое. У меня нормальная кожа, раньше она была склонной к сухости, сейчас она нормальная. Есть Т-образная зона, я не могу сказать, что она есть. Бывает то, что вообще её нет, и бывает, что если ты в течение дня вспотел, то да, она может как-то чуть-чуть-чуть-чуть образоваться. Но в основном кожа ближе к нормальной. Тоже советую этот серум, потому что мне достаточно он понравился. Это такая вот водичка, здесь есть помпа, что очень как бы важно. Здесь такая достаточно, знаете, лёгкая, вот такая вот лёгкая водичка. Вот она вот распределяется там, допустим, по всему лицу. Плёнку, да нет, она, ну может быть, лёгкую сначала плёнку оставляет, а потом она впитывается, и всё нормально. Ну даже запах очень-очень шикарный, очень тоже хороший запах, мне нравится. Может быть, всё индивидуально, кому-то не нравится, мне нравится. Такой достаточно... Чё, что за нас? Такой достаточно хороший как бы серум, тоже могу посоветовать. Это то, что касается вот серум. Я пользуюсь либо сыворотки серум, либо вот крема. Вот то, что я могу вам посоветовать. И также я взяла от Реал Техникс, у них тоже был на скидках, вышел вот такой вот штучки, спонжик. А новенький у них вышел спонж. Ну такая же вот она с удобной штучкой, что вот можно как бы делать, да. Мне показалось, что он какой-то другой, немножко более такой мягкий. Не пробовала ещё, не пробовала. Я пользуюсь своим бьюти-баром, немножко грязный. Сегодня я его использовала. Бьюти-бар больше нравится чёрный, хотя у меня есть и розовый. Но розовый быстро как-то вышел в срок годности. Чёрный мне вот больше нравится. Вот такой вот спонжик заказала. Попробую, что он из себя представляет. Какой-то он другой. То есть немножко состав другой. Более такой мягкий, упругий такой, хороший. И там у них в пробных версиях я заказала вот такую вот штучку. Да, давай фиксируйся. Вот такая вот штучка. Это, 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 это сурф... Так, не прочитаю я вам. Короче, это здесь очень хорошая... Здесь есть 10% серная мазь. Короче, здесь очень хорошая такая мазь для внутренних каких-то... Ну вот этих выступаний. Вот такой вот цвет. Запах, конечно, я вам хочу сказать, убойный. Не каждому понравится. Здесь очень вот этот 10% в составе серной мази. Оно выдает себя, потому что пахнет именно серной мазью. Но очень хорошо подсушивает, выводит внутренние прыщи. Ну и вообще, как бы, какие-то там серьёзные такие вот высыпания. Взяла чуть-чуть. Есть там полная размерка. Но я взяла в пробной, чтобы посмотреть, как он будет действовать. Ну, пока что ничего не могу по этому поводу сказать. Пробовала пару раз. Двоякое мнение. Поэтому, как бы, не знаю, посмотрю. Это было там за 100 рублей в пробных таких... Пробники, которые там продаются. Ну, это всё, что я вам хотела рассказать. У нас достаточно много времени ушло на всё на это. Долго с вами не общалась. Поэтому хочется больше с вами разговаривать и общаться. Остановила своё внимание именно на витаминках. Чего вам желаю. Обязательно-обязательно пейте витамины. Ну и на кремушки, чтобы вы были красивые, цвели, здоровые. И ничто нас не могло не огорчать. Ни один стресс нас не мог сломить и состарить. И наши вновь выступающие морщинки, вообще их не было бы видно. И мы бы, как бы, были всегда молодыми, здоровыми. Я вам желаю всего хорошего. Не проходите мимо. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на этот канал. И для меня это поддержка, стимулы и силы. Потому что я понимаю, что мы движемся дальше. И вновь нас ждут в новом году очень-очень хорошие и цели, и планы, и новые видео. Успехов вам! Берегите друг друга! И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...